МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на канале НСК-49. С вами Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Остановить инфекцию. Всеобщей остановки деловой жизни, как весной, не будет. Но на определенные ограничения пойти придется. Ура каникулы! Для всех школ устанавливаются единовременные сроки каникул. Власти рассчитывают таким образом снизить темпы развития коронавирусной инфекции. Суд над виновником. Дело о ДТП с максимальным в этом году количеством жертв передано в суд. А теперь я и мои коллеги подробно расскажем о самых главных событиях дня. Система здравоохранения Новосибирской области работает с большой нагрузкой. Темпы распространения коронавируса растут. Но повторное введение ограничительных мер может оказаться губительным для экономики региона. На внеочередном заседании правительства выработали дальнейшую тактику противостояния пандемии. Об этом далее. Глава региона Андрей Травников, обращаясь к правительству Новосибирской области, обратил внимание, что ситуация в настоящее время достаточно сложная. Масштаб второй осенней волны коронавируса у нас и в целом в стране и в мире больше, чем мы переживали весной. Здравоохранение работает на пределе. Тем не менее, ясно, что повторение введения ограничительных мер по аналогии с тем, как это было весной, может стать губительно для региональной экономики, для функционирования многих предприятий и организаций в сфере бизнеса. Поэтому на данный момент мы не принимаем решения о введении дополнительных ограничительных мер, за исключением отдельных точечных. Я считаю, что в данный момент правильная тактика добиться соблюдения всех необходимых мер безопасности, дезинфекция, масочный режим, карантинные мероприятия. И если уж будем вводить какие-то ограничительные меры, то только там, где обеспечить строгое выполнение таких мер практически невозможно. Для поддержки системы здравоохранения в течение прошедшего месяца составлен план развертывания дополнительных клинических мощностей. Уже реализовано перепрофилирование клиник и дополнительная мобилизация коечного фонда в клиниках, незадействованных в лечении коронавирусной инфекции. И работа эта продолжится уже со следующей недели. На данный момент для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и внебольничными пневмониями задействовано 50 медицинских организаций, 44 – это COVID-центры, и 6 медицинских организаций осуществляют сортировку пациентов с неизвестным статусом. На данный момент мощность этой клинической базы составляет 4509 мест. В ближайшую неделю дополнительно будет развернуто еще 560 коек. Минздраву и Минструю региона губернатор дал поручение после введения в эксплуатацию нового здания перинатального центра держать его в резерве как потенциальный COVID-госпиталь на 220 коек. Ну и из точечных ограничительных мер сегодня приняты следующие решения. С 26 октября 2020 года ограничить время работы предприятий общественного предпитания, развлекательно-досуговых учреждений, предприятий сферы услуг часами с 8.00 до 24.00. Не коснется это предприятие общепита, расположенных в аэропорту, на вокзалах и в гостиницах. Также глава региона подчеркнул, что с 26 февраля начинаются двухнедельные школьные каникулы, а среднее профессиональное образование с этой же даты частично переводится на дистанционное обучение. В рамках режима повышенной готовности руководителям предприятия и организации рекомендовано перевести на дистанционную работу своих сотрудников старше 65 лет. Только строгой дисциплиной, требовательностью к себе и к другим мы сможем удержать ситуацию и завершить вторую волну коронавируса достаточно быстро, отметил глава региона. В этом году поменялось многое, в том числе и сроки осенних каникул. Почему они начинаются у всех одновременно, даже если ранее отдельные школы планировали другие даты? Комментарий министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука в нашем сюжете. Несмотря на то, что отдельные классы в школах то и дело закрывают на карантин, все же больных COVID-19 детей пока не так много. Однако, по мнению специалистов, многие дети переносят инфекцию бессимптомно, но при этом заражают других – бабушек и дедушек, например. Если рассматривать количество заболевших сегодня детей, то оно менее 0,1%, так же, как и количество учителей примерно в таких же пропорциях. Но, тем не менее, анализируя недельный график заболевания наших коллег в школах, наших ребят, мы увидели тенденцию к росту. И именно с этим было связано решение, принятое сегодня губернатором. Как известно, школы могут устанавливать сроки каникул самостоятельно. В известных пределах, разумеется. Тем не менее, в связи с обострением вспышки коронавирусной инфекции, губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял решение отправить всех школьников на каникулы единовременно. Теперь школам необходимо пересмотреть свои планы и переписать приказы. Сегодня на оперативном штабе правительства Новосибирской области, губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым было принято решение о том, чтобы с 26 октября по 8 ноября включительно объявить для школьников Новосибирской области каникулы. Но это решение, конечно, не означает, что теперь в освободившееся от занятий время дети могут толпами гулять по торговым центрам и большими компаниями проводить время в фастфудах. В этом случае толку от единовременной приостановки занятий не будет. Во-вторых, обращаясь к родителям, обращаясь к законным представителям детей разных возрастов, у меня просьба, постарайтесь оградить своих детей посещение общественных мест для того, чтобы дать возможность вот этой ситуации опять войти в нормальное русло, чтобы не было прирастания заболевших детей. Кстати, это решение губернатора касается не только школьников, но и учащихся средних учебных заведений, правда, только пока первых курсов. Мы обратились к руководителям подведомственных организаций, чтобы они также с 26 октября студентов первых курсов, которые учатся по общеобразовательным программам, перевели на дистанционное обучение, для того, чтобы также снизить контактность этих ребят внутри учреждений. Новость, возможно, порадует не всех, но пойти на это, видимо, необходимо. Альтернатива – закрытие школ на карантин, что крайне нежелательно. Поэтому остается только присоединиться к пожеланию министра. Вот такие новости на сегодняшний день. Всем желаю здоровья. Такой решительный шаг, как установление для всех школ единого срока каникул, не изобретение новосибирских чиновников. На это пришлось пойти и в других регионах. Раньше всех в Москве. Поэтому, по всем расчетам, темпы прироста больных коронавирусной инфекции должны замедлиться, даже если останутся по-прежнему высокими. Компания 2020 года по благоустройству дворов многоквартирных домов Новосибирска подошла к своему завершению. На одном из последних и самых сложных объектов – на улице Лесосечной, где выполнено комплексное обустройство сразу трех дворов – на выездном совещании мэр Анатолий Локоть подвел итоги сезона. На улице Лесосечной в советском районе Новосибирска дворы домов с номерами 3, 5 и 7 сегодня просто не узнать. Расширенные проезды, парковочные карманы, пешеходные дорожки, которых не было раньше, спортивные и детские площадки, водоотводные лотки, подпорные стенки и многое другое – делали это целых два года. Этот объект стал одним из 37 выполненных по федеральной программе создания комфортной среды обитания. Фактически по всем 37 благоустроительные работы сделаны. Остались 8 объектов, на которые осталось завести малые формы и смонтировать их. То есть все работы по благоустройству, по асфальтированию территории, по устройству газонов, площадок и так далее, все это сделано. Но обустройство этих дворов на Лисосечной выделялось технической сложностью работ. А все потому, что жил массив, в котором проживает около 3000 человек, расположен в низине, буквально в пойме реки Ельцовки. И грунт здесь сильно заболочен. Все в округе, сюда на Лисосечную стекает. И со всего комплекса всего три точки водоотвода. Представляете, фактически с 19 тысяч квадратов в три точки сбросить воду. То есть геодезия и рабочие очень поработали качественно. Застои воды нигде нет абсолютно. Это основная наша задача. По отзывам жителей все получилось. Дворы теперь нигде не топят. Этот проект в сфере благоустройства стал не только одним из самых сложных и объемных. Площадь благоустройства составила 73 тысячи квадратных метров, а выполнялось оно два года. Но и дорогим. Объект этот получился, мы подвели сейчас к такой короткий итог, наверное, самым дорогим по капиталовложениям из всех объектов, которые мы делали по этой программе. 55 миллионов – это федеральные деньги, это федеральная программа, плюс практически около 5 миллионов, более 4,5, около 5 миллионов наших городских пришлось еще тоже добавить. Теперь здесь с водоотведением, газонами, спортивными и детскими площадками все хорошо. Но еще одна проблема не дает покоя местным жителям. Их достопримечательность – утиная заводь. Похоже, скоро совсем обмелеет и пернаты попросту улетят. Над этим вопросом мэр Анатолий Локоть обещал подумать и выработать правильное решение. Избавить ребенка от ежедневных страданий – такая возможность есть у жителей нашего города. Для этого нужно лишь помочь купить коляску для мальчика-инвалида. С подробностями Василий Акимов. Саша Гритчин всю свою жизнь борется с тяжелым недугом – ДЦП. После появления на свет мальчик две недели находился в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Кормили его через зонт. После чего – годы реабилитации и различных занятий. С рождения как начали лечиться по массажам, по всяким физкультурам и все. Две операции перенесли на ножки, забедренные суставы и стопы делали ему, спицы вставляли. У него тонус еще повышенный сильный. Вот такой вот зажимается весь. Раньше вообще пальчики у него не раскрывались. Вот сейчас вот после массажа, после лечения всяких, все равно они стали лучше. Достигнутыми результатами и мама, и врачи довольны. Елена говорит, что Саша очень общительный. Правда, свой страх перед нашей камерой он так и не смог преодолеть. Любознательный, любит играть в разные игры, в том числе с другими детьми. И даже во время занятий с педагогом находит немало интересного для себя. Клеить он любит, поделки, вот эти вырезать и клеить. Он постоянно ее просит клеить. Любит рисовать, заниматься он вообще любит. У нас учительница на домашнее обучение. Рисовать, лепить, лего вот это вот, конструктор собирать, складывать. Вот это вот они любят с учительницей очень. Он любит детские песни. Саша передвигается в инвалидной коляске. Но та, которую выдали бесплатно, ребенку не подходит. Мальчик просто выпадает из нее, говорит мама. Он с нее скатывается все время. Я уже и ремень подтягиваю. А он все равно вот так вот весь висит. И вот в таком образом мы гуляем с ним постоянно. Я его тягаю, постоянно поправляю. Выход есть. Врачи подобрали специально оборудованную коляску. В ней Саша будет надежно закреплен. Перестанет сползать. Но такая модель не предоставляется государством. А стоит более 160 тысяч рублей. Собрать нужную сумму Елене не под силу. Воспитывает сына одна. Пыталась даже договориться о покупке в рассрочку. Однако ей отказали. Если вы можете помочь Саше избавиться от лишних страданий и облегчить его и без того нелегкую жизнь, отправьте смс со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Отправлять их можно в неограниченном количестве. Другие способы пожертвований можно найти на сайте благотворительной организации «Русфонд». Завершено расследование уголовного дела о самом трагичном в этом году дорожно-транспортном происшествии. Произошло ДТП в начале августа. В столкновении легкового и грузового автомобиля тогда погибли 4 человека, в том числе ребенок. Подробности этой страшной аварии, а также о том, что теперь грозит водителю-виновнику, в репортаже нашего корреспондента. Расследованием уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли 4 человека, занимали следователи Купинской полиции. И вот все нюансы этой жуткой аварии появились в материалах. В ходе предварительного следствия установлено, что 8 августа текущего года около 12 часов в Купинском районе на автодороге районный поселок Чистоозерный, город Купино, водитель автомобиля «Хина» 76-го года рождения, житель города Омска, нарушение пункта 9.4 правил дорожного движения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигающимся навстречу автомобилем «Мазда Премиси», в котором вместе с водителем находилось 6 человек. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений скончался на месте 58-летний водитель «Мазды», а также трое пассажиров этого же автомобиля. Мужчина 1985 года рождения, женщина 1986 года рождения и 6-летний мальчик. Кроме того, в аварии пострадала 12-летняя девочка, которая получила тяжкий вред здоровью. Водителю автомобиля «Хина» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают наказание за 7 лет лишения свободы. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Теперь «Фемида» должна определить степень вины водителя грузовика, который, по версии следствия, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения, что, в свою очередь, повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть четырех лиц. Кстати, почему инициатор ДТП выехал на встречную полосу движения, в полиции не поясняют. Организаторы подвели первые итоги прошедшего в минувшую субботу тотального диктанта. Какие ошибки в правописании совершали новосибирцы и как удалось избежать массового заражения коронавирусом на площадках мероприятия, расскажем далее. Аншлага не вышла. В тотальном диктанте 2020 на 52 площадках в Новосибирске приняли участие около тысячи горожан. В прошлом году на очных площадках в нашем городе участники сдали более шести тысяч работ. Хотя интерес к мероприятию есть. Прямую трансляцию в онлайн-формате посмотрели около десяти тысяч новосибирцев. Более двух тысяч сибиряков писали диктант онлайн. Проверка работ в силу того, что их было очень немного. Там единичные были работы в формате «Пишем дома». Значит, с учетом того, что работ было совсем немного, мы проверка этих работ, она уже закончена. С завтрашнего дня мы начинаем сканирование этих работ. Ну, в общем, думаю, все своим чередом. Мы надеемся, как и обещалось, где-то к концу октября выложить все работы в доступе, объявить все результаты, все оценки. Благодаря проведенной организаторами работе удалось соблюсти все меры предосторожности и не допустить инцидентов, связанных с нарушением санитарно-эпидемиологического режима. Мы не стремились к аншлагам. И аншлагов мы, к счастью, не допустили. То есть у нас была такая задача не допустить аншлагов. Значит, это было в виде обязательной шахматной рассадки, в виде обязательной регистрации на площадку. Андрей Позняков рассказал и о некоторых ошибках, которые допускали новосибирцы на тотальном диктанте. Вместо самоходной машинки, самоходной, по-моему, она была, да, самоходная игрушка, вот, у нас была самонаходная, допустим, да, или гимназические курсы, было слово экстерном, почему-то иногда люди экстерно брали в кавычки, видимо, как имя собственное, ну, так вот, забавно. Вот, да, вот вместо юбки кринолина были юркие кринолины. Тотальный диктант прошел в этом году в семнадцатый раз. Впервые его написали в 2004 году студенты гуманитарного факультета НГУ. С тех пор акция разрослась до всемирного масштаба. Повторить успех этого мероприятия пытаются многие. В нашей стране уже проходят географический, исторический и ряд других диктантов. Меня не смущает обилие таких диктантов. Бога ради, пусть они будут. Немножко смешит то, что все они называются диктантами, хотя многие являются, по сути, тестами. Но, видимо, слово «тотальный диктант», оно так хорошо, так сказать, вошло в обиход, что, в общем, ничего там не придумывается другое. Ну, бог с ним, пусть так вот. В следующем году «Тотальный диктант» запланирован на 10 апреля. Впрочем, по сам директора фонда «Тотальный диктант» Ольге Рябковец, эпидемиологическая ситуация может нести коррективы. Она также отметила, что для участников возможность написать диктант от руки важна как ритуал. Это интереснее, чем получить ответ от алгоритма. И выразила надежду, что в следующем году диктант вернется на очные площадки. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте www.ensk49.ru Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 220-2105. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч!